здравствуйте дорогие друзья я рад приветствовать вас на своем канале это видео хотел посвятить фундаментом а в частности какой выбрать фундамент не само устройство как следует на что следует обращать внимание когда мы выбираем какой фундамент закладывать вот в частности здесь будет приведено 4 фактора которые влияют на то какой мы выберем фундамент вот для этого я хотел использовать книгу электронную который вот имеет название фундамент надежно и прочно эта книга выпущена в 2016 году вот подробные мастер-классы вот и автор книги амурзаков вот я буду ссылаться на материал этой книги вот в принципе если кто-то имеет желание и скачать также как я это сделал вот то я приведу ссылочку в описании можете это сделать еще если вы по этой ссылочке зайдете по моему она в пределах 100 рублей стоит вот то вам будет 10 процентов скидка так как я уже купил то от моей ссылки идет скидка 10 процентов так что кто желает можете это сделать но вот хотел обратить внимание на факторы которые влияют на то какой мы выберем фундамент первое это грунт это первое на что мы должны обратить внимание то есть в данном случае существует несколько видов скалисты но это понятно то есть когда с прочное основание как камень когда выдерживает большие нагрузки когда не проникает вода происходит соответственно замерзание грунта то есть это идеальное для строения грунт вот но у него есть минусы то есть нельзя сделать цокольный этаж и нельзя сделать подвал вот это первый вид грунта второе обломочные грунты то есть это тоже скальный грунт получается но уже в перемешку идет землей с песком вот здесь минусы какие уже появляется возможность намокания возможность промерзания но не такая большая степень как у других грунтов но все-таки есть вот поэтому но все равно большие нагрузки также выдерживает и меньшую усадку дает это обломочный или хрящеватый грунт следующий идет пылеватый грунт то есть это другими словами пыль то есть такой грунт он большую усадку дает пористость также он имеет большую зависимость от ливней палатков грунтовых вот в таком при таком грунте при таком грунте вот получается слишком много мер надо делать для усиления для изоляции фундамента и для ну то есть по полной программе нужно усиливать фундамент меры предосторожности по сушению и усилению вот следующий вид грунта это песчаный грунт но здесь от слова песок то есть такой грунт не задерживает воду не размокать потому что песок он хорошо выводит воду имеет низкую степень промерзания потому что вода уходит нечему замерзать вот но также он минус имеет что он соответственно воду эту назад может возвращать если какие-то будут грунтовые воды то этот грунт также эта вода по песку также хорошо и приходит поэтому сезонные потопления какие-то то вода приходит вот этот минус конечно же их такой грунт нужно же конечно также защищать от воды вот от промерзания то есть этот фактор нужно учесть когда у нас так вот следующий вид грунта это глинистый грунт ну то есть здесь от слова глина получается у нас преобладает больше 30 процентов ой больше 70 процентов глина вот то есть он более прочный чем песчаный потому что глина она более сплоченная более жесткая получается вот уже здесь можно и цокольный этаж сделать вот недостатки что также при дожде при ливнях он разрушается вот так же он подвергается воздействию воды и размокает нужна гидроизоляция нужно укрепление грунта и другие меры потому чтобы обезопасить фундамент вот это вот основные виды грунтов есть еще смешанные это когда чуть-чуть в глине содержится песок чуть-чуть когда меньше от 3 до 10 процентов супе семи называется и когда 10 до 30 су глинки вот если больше 30 процентов песок то это значит песчаный грунт это получается первый фактор на котором мы должны учесть то есть какой у нас грунт второй фактор на что влияет какой мы фундамент выберем это климатические условия то есть замерзает у нас то есть минусовая температура до какой степени у нас потом поводки если у нас сильные ли сезоны дождей потом вот то есть вот такие моменты климатические тоже нужно учесть перед тем как мы выберем какой нам фундамент делать это второй фактор третий фактор это рельеф то есть кривизна крутизна рельефа потому что может быть оползни может быть грунтовые воды потом если например грунт слишком крутой то может соответственно и грунт быть разным то есть может быть и гористы может быть в перемешку с песком вот ну то есть может и глина присутствовать поэтому вот этот фактор тоже нужно учесть крутизна рельефа потому что идут оползни грунт сползает соответственно он перемешивается поэтому сложно будет определить тип почвы у нас какой грунт вот это третий пункт это кривизна рельефа четвертый фактор это какой у нас вес у будущего здания здесь интересная приведена таблица какие грунты хрящеватый песчаный глинистый суглинки и супесик и конструкции дома то есть каменный вот кирпичные потом облегченные пеноблоки деревянные и каркасно-щитовые и здесь приведены цифры то есть какие мы можем использовать для каких грунтов для каких домов идут фундаменты снизу приведены ленточный на глубину не менее 50 сантиметров на глубину промерзания ленточный потом ленточный мелкозаглубленный столбчатый на глубину промерзания и плитный вот в частности если посмотреть по стенам каркасно-щитовым вот это самая нижняя вот графа то здесь приведены 3 для хрящеватого фундамента ленточный мелкозаглубленный вот для уже песчаного столбчатый фундамент на глубину промерзания потому что песок промерзает вот для глинистого такой же фундамент вот и для суглинки и супе си идет плита то есть так как вот идет плита все что хотелось сказать потому как выбрать фундамент начало основываться вот в принципе я буду использовать и в дальнейшем эту книгу здесь много другой информации вот и думаю вам тоже будет интересно в дальнейшем это узнал спасибо всем за просмотр надеюсь была такая полезная информация вот если желаете можете скачать эту книгу я оставлю в описании ссылочку всем спасибо за просмотр до новых встреч